Вера вечна, Вера славна, Наша вера, православна. Здравствуйте, братья и сестры. Меня зовут Ангелина. Я из Белоруссии. Хочу вам рассказать свидетельство моей дочери Аполлинарии. Как-то ей, может быть, месяц назад приснился моей дочери сон. Она проснулась и мне рассказывает. Говорит, мамочка, мне приснился Славочка. Я говорю, да, очень, говорю, рада. А что тебе Славочка говорил? Мамочка. Он мне рассказал, что люди пьют его водичку и таблеточки запивают водичкой. Сказал, что нельзя моей водичкой запивать таблеточки. Даже упомянул, какие белые и чёрные. Ну, как детским голосом сказала моя дочка. С тех пор я уже узнала, что нельзя принимать таблетки, запивать его водичкой. Вот, нужно лечиться его песочком. Вот. Ещё хочу что рассказать. У меня вчера дочка одна другую стукнула. И получилось так, что так стукнула головкой, что было такое вот красное, как бы как ушиб такой вот был. Я приложила Славочкиным песочком, что случилось. Говорю, Славочка, помоги, пожалуйста, чтобы не было у нас ни ушиба, ни синячка. Сегодня отвела ребёночка в садик. Её спрашиваю. Ну что, Полиночка, болит тебе там, где тебя стукнула сестрёнка? Она мне отвечает. Мамочка, нет, мне уже ничего не болит. Спасибо, Славочке. Очень огромное, огромное спасибо. Спаси, Господи, братья и сестры. Обращайтесь, пожалуйста, к Славочке. Читайте Акафист его. Читайте Акафист. Ещё раз читайте. Молитесь ему. На камушках настаивайте водичку. Пейте водичку. Что хочу ещё рассказать. Когда я, уже я, раба Божья Ангелина, когда я была заболела гнойной ангиной, я не знала, что мне уже делать. В тот день так мне болела голова. Нос был заложен очень сильно. Горло болело. Ну, так как при ангине была высокая температура. Я не знала просто уже, чем мне себя уже лечить. Антибиотики принимала, врача вызвала, но принимала и принимала таблетки, но ничего не помогало и ничего меня не исцеляло. Что я делаю? Я беру Славочкину от Рока Вячеслава фотоиконочку, где он маленький, где ему три годика. Славочка, миленький мой, помоги мне, пожалуйста. Мне очень сильно болит горло. Я не могу глотать. Мне так сильно голова болит. Мне глаза болят. Мне на тот день всё болело. И расплакалась очень сильно, стала молить Славочку и Господа Иисуса Христа, чтобы я вылечилась, чтобы я исцелилась. Фотоиконочку положила возле себя, пила Славочкину водичку и легла спать. И снится мне, братья и сестры, сон, что я иду по каким-то оврагам. Овраги глубокие-глубокие, но среди вот этого оврага есть такие вот, такие горки. Там есть такая, была тоненькая дорожка. Я шла по этой тонкой дорожке. Было как темно, похоже, как на вечер такое вот было время. Я иду, и кто-то мне прям таким светом идёт ко мне навстречу. Я подхожу всё ближе и ближе и смотрю, братья и сестры, это Славочка идёт. Славочка в белых одеяниях, белая одежда. Одежда светится, светится белым-белым-белым. Крылья белые, очень большие крылья. Видела его как живого. Чёлочка зачесана на бочок. Дальше другие вот волосики. Там дальше, кстати, вот очень похоже на этой иконочке, что я теперь её и снимаю. Вот на этой вот. Он мне, меня встречает и спрашивает. То есть говорит. Ой, Ангелинушка, вижу, как тебе тяжело. Я говорю, да, мне очень тяжело. Он говорит, что это, понимаешь, Ангелина, ты пей мою водичку. Я знаю, что у тебя есть мои камушки. Настаивай водичку и пей. Но я знаю, что ты пьёшь мою водичку. Ты молишься мне. Но он говорит, так как ты теперь болеешь, то ты можешь делать Акафист, не читай мне, а искренне молись мне. Я буду слушать все твои молитвы, все твои просьбы и буду передавать Господу Иисусу Христу. Я говорю, хорошо, я буду это делать. Он меня погладил по спинке. Помню, он меня так гладит. Погладил, горлышко моё погладил вот так вот. Просто взял вот так вот и погладил мне. Он гладил всё вот так вот. Мне так хорошо было. И не представляете, братья и сестры, я проснулась. Горло мне не болит. Я и глотаю хорошо, и насморка у меня, считайте, не было. И голова мне не болела. Как будто я через сон исцелилась. И температуры, кстати, у меня уже высокой не было. Вот так я последний раз болела вот такой ангиной, что Славочка просто своими силами через сон меня исцелил. Я очень благодарна и рада, что в нашей семье появился Славочка. И очень рада я, что нас Господь выводит на истинный путь. Я надеюсь, что мои рассказы вам будут очень сильно полезны. И это такая радость. Это так радостно, что Славочка нас исцеляет и слушает. Спасибо, Господи, братья и сестры. До свидания. Была рада с вами поделиться. Продолжение следует...